привет викинги викторинокс вы знаете не так давно исполнилось мне 30 лет стал я таким вот пожилым мужчиной и вот меня уже так просто не проведешь со всеми этими тактическими ножами со всеми этими тактическими решениями то есть ну хочется уже чего-то конкретного чего-то такого мужицкого ножа прямо насчет тактического ножа хотите вам покажу тактический нож хотите хотите вот так или примерно так выглядит тактический нож ну так вот все таки в 30 лет уже все эти какие-то супер стали тактические решения все эти маркетинговые ходы ну как бы уже не к лицу мне поэтому хочется чего-то хорошего такого тяжеленького такого красивого и это нож викторинокс hunter pro limited и тыжет 2021 год цвет у нас tiger orange то есть оранжевый тигрины и давайте посмотрим на него поближе ну и также конечно хочу сказать всем спасибо за поздравление если кто-то не успел меня поздравить с юбилеем можете здесь комментариях это сделать либо лайк поставить каждый лайк для меня это как одно пожелание и так давайте что у нас здесь это коробочка такая вот такой вот громкой надписью limited edition но вы знаете вот называть лимиткой просто каждый год разный цвет накладок но это такое себе на самом деле давайте посмотрим что у нас здесь тут ножик макулатурка и вот что интересно это все вот эти вот надписи limited edition опять же громко красиво пафосно вот тут у нас кое-что еще по ножам теперь из интересного из интересного нас вот видите складывается впечатление что клипса съемная то есть он вот и раз снял раз одел как бы тут как складывать вот то есть как будто съемная клипса конкретно на этом ноже ну я попробовал снять клипсу с него без лишних каких-то усилий но это у меня не получилось то есть владельцы hunter pro а локсов отпишите как снимается клипса не снимается на ваших ножах мне будет интересно почитать плюс тут в комплектации такой темлячок всегда какие-то дополнительные плюсики это хорошо это здорово это приятно тут вопросов о каких-то не имею итак давайте посмотрим что у нас по клинку длина клинка 97 миллиметров толщина по обуху 2,5 миллиметров сведения вы знаете меня складывается впечатление что на более ранних хантерах сведение было потоньше тут сведение 06 ну было потоньше но тут сведение все еще удобоваримо сталь 440 а либо просто 440 простая сталь но для взрослого человека для мужицкого ножа вы знаете что все эти циферки все эти пафосы вокруг супер инструментальных стали они никакого значения по большому счету не имеют то есть ну как по мне нормально адекватная сталь грамотной термообработки достаточно легко правится проблем с ней возникнуть не должно клинок 97 миллиметров это такой полноценный клинок он позволяет и по продуктам поработать по любимым материалам то есть длина у него такая полноценная по самой геометрии да видите тут у нас такой но можно сказать можно с некой натяжкой сказать что это такие сканди с острым углом спусков и с подводом на что-то такое похоже тут и обувь у нас достаточно никто не толстый что позволяет этому клинку быть весьма и весьма универсальным он их продукты колоть не будет идея его будет достаточно неплохо строгать вообще были тесты самые различные тесты ножей hunter pro я вам ссылки и под видео оставлю и в конечной заставках и сейчас подсказках они будут в течение видео всплывать ну и где этот нож я покупал ссылку вам также под видео в описании оставлю спуски низкие сканди до профи клинка спирпойнт вот такая весьма и весьма универсальная геометрия есть небольшое такое фальш лезвие что еще больше наверное усилит у нас острие тут у нас по надписям тут свистмейт викторинокс насечка на обухи не агрессивная приятная клинок у нас двурукий да и вот есть такие же ножи с одноруким клинком так вот двурукий клинок как по мне делает этот нож куда более гармоничным его клинок вот это вот вот этот общий общий вид вот ножа рукояти но прямо гармонично прямо закончен этот нож смотрится все-таки однорукий клинок это конечно удобно но вот эта самая петля для однорукого открывания она несколько его внешний вид портит в сложном состоянии тоже классно смотрится при этом одной рукой можно можно нож открыть финишная обработка такая монтированная такой как песко струечка вот тоже никаких бликов никаких отпечатков пальцев бликов от клинка вы не получите отпечатков пальцев не остаются тоже такая приятная хорошая обработка рукоять у нас видите есть и лайнеры и сами накладки из алюминия алюминия анодированный и вот как раз в плане анодирования компании викторинокс есть чему получится у того же самого бенчмейда да то есть тут тоже алюминиевая рукоять с покрытием да и тут покрытие гораздо более стойко чем на этом ноже я не любитель опять же искать какие-то малейшие косячки ну вот единственное что мне удалось нарыть на этом ноже а вот видите небольшой скол не знаю это транспортировка либо завода так было ну для меня некритично как бы нож будет использоваться без всяких там жалости без там типа ой ну лимитка ну надо сохранить ну ну что вы как я буду его на кармане носить тут нет тут философия другая мужицкий хороший рабочий нож все взял все везде чик-чик собой там как угодно на карман кинула все без проблем то есть ну анодирование не стойкая даже из коробки могут быть какие-то косяки да но об этом же не раз говорились и вот громкая вот это вот то что лимит очка да тут видите даже вот все это написано на самом ножичке да как бы лимит очка круто да я считаю что ну громко для лимитки это сказано просто тупо цвета менять почему бы не выпустить серийно да вот ножи викторина xante pro с различными цветами накладок было бы здорово если бы было из чего выбрать почему и нет смысл делать это лимитировано а лимитировано скажем делать там с какой-то сталью другой там с какими-то решениями конструктивными и так далее и тому подобное да то есть вот скучновато скучновато для лимитки да также что интересно у нас видите лайнеры они такие блестящие а сам коромысло и вот этот элемент и клипса она такая матовая клипса не съемная клипса вот клипса грамотная клипса хорошая да вот она и нож надежно держит и она не отрывает карман да вот 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 тут как раз кустим надо у компании тайна поучиться клипса удобная клипса хорошая глубокой посадки тут у нас такое вот ухо для темляка для страховочного какого-то шнура рукоять видите да тут у нас под пальцевой выемки выраженный упор в сочетании с носичкой да действительно хорошего толщина самой рукояти у нас 12 миллиметров до и вот она прям отлично вот мужскую руку прекрасно она заполняет вот проблем никаких нету сама длина вот с этим вот набалдашником 137 миллиметров без набалдашника а 130 миллиметров удобно и хорошая здоровская рукоять логотип викторинокс все это на заклепках все это олдскульно все это классно здорово выглядит такая приятная тяжесть сто восемьдесят шесть грамм тоже здорово вот классический хороший мужицкий нож мужицкий без вот этих всяких плюшек там каких-то ненужных современных решений да вот классная классика да вот бак 110 до хороший мужицкий нож и вот викторинокс hunter pro из той же самой этой линейки так сказать из той же самой гвардии идет да ну вот как бак но вот только для любителя викторинокс то что нужно замочек у нас это у нас соответственно backlog да тут нету никакого а нет есть а есть есть механика есть механика думаю инерционным способом можно открыть опять же вот люфты по люфтам вертикальный люфт вертикальный небольшой шаг присутствует да наверное как на баках 110 а горизонтальный горизонтального люфта нету вертикальный ну можно можно но вот сейчас что она вот чувствуется вертикальный горизонтального люфта практически нету но нож без всяких шайб без всяких подшипников поэтому ну я думаю ему простительно да и тем не менее вот такой вот механикой нож обладает раньше кстати такого не было на hunter pro а локсов я помню никак а тут выкидывается ну то есть да то что клинок двурукий как бы в это вообще не проблема в данном случае не надо как-то станция с бубнами вот так вот заниматься да как-то его открывать то есть он у вас получается просто за счет механики можете просто его вот так вот инерционно открывать ну и складывать соответственно тоже вот механика на механика улучшилась сведение стало тоньше да а механика улучшилась в то фактически нету небольшой шаг можно прочувствовать что для неразборного ножа тем более на бэклоке тем более классического я считаю что это но тут видно еще смазочка заводская присутствует бэклок ну опять же все это в принципе работает да ну мне как-то кажется что вот чуть поглубже бы вот это все продавливалась кажется что недостаточная глубина закрытия боковка но тем не менее все работает ну значит это все-таки субъективно да все плотно все на заклепках красиво тяжело изучи практично классный классный нож были у меня и тесты hard тесты какие-то такого ножа я можешь несколько сумбурно тоже все это рассказываю ну вот такие эмоции впечатления здоровски здоровски ножик очень аккуратно все красиво мужицкий просто вот мужицкий нож для зрелого пожилого 30-летнего мужчины вот то что нужно я вот ну не знаю в 30 лет как-то что-то такое брать с собой да это и нифига не режете на карманку и как садится вот такую штуку ну прям видно что человек состоялся человек созрел человек уже кое-что понимает в ножах ладно друзья давайте на этом я с вами буду прощаться давайте я вам как всегда желаю всех благ всего наилучшего спасибо за внимание и до свидания